Привет! Сейчас я вам покажу что-то. Видите, как вам нравится вот эта платьица. Таше, меряйте не встать. Это у клоуна есть такие обычно, да? Смотрите, какая красотища. Посмотрите, какая тянется резиновая, знаете, резиновые вот эти платьица. Так, ну в общем, как вам нравится эта платьица. Так, это я вам показала. Что-то я вам еще хотела, очень хотела показать. Ну, это вот красивые такие. Так, это молодежненький отдел, по-моему, да, молодежненький. Это уж мне кажется молодежь, не знаю. Что-то я вам хотела показать. Видите, какое голубое-голубое, цветочек-цветочек. Вырез глубокий-глубокий. Это такое, вау! Капрон-капрон, благоцкий. Капрон и сумочка. Сумочка такая. Вот капрон. Что-то все бордовое. Бордовый цвет, что ли, в моде? Что-то все бордовое, чуарное. Так. Кто-то написал, какие все страшные платья. Да, девочки, какие все страшные платья. А одна девочка... Я говорю, что в прошлый раз меня... Вот это тоже такое резиновое. Такие ткани хорошие. Они как-то будут скрывать жары. Правда, это размер не на жаров. Это смоловый. В прошлый раз, когда платье показывала, я это самое... Говорю-говорю, что кто-то написал, что... Это еще сарафанчик такой. Под него надо что-то пододевать. А может, он на вот этот сарафанчик сверху? Нет. А, это вообще с ногами. С ногами этот... Джампсут. Девочки, да еще розовые. Точные ползунки на младенце, девочки. И ткань такая же. ХБ. Ну, почти ХБ. ХБ. Не ХБ, ХБ. Лен. Нет, не Лен, но... Такой крепкий... Крепкий... На матрасах такие, как это назвать? Это крепкий хлопок. Матрасы, если покрывают таким... В прошлый раз, когда я показывала вам... Ну, такие свитера хорошие. Вырезанные плечи. Холодные плечи. Называется cold shoulders. Ничего на ощупь. Показывала платье. Пал за прошлый раз. И кто-то написал там, что... Старушечки платья какие-то показываете туда-сюда. А я потом еще раз прошлась по подобному отделу. Не в том же магазине, в другом. Но по подобному. Ну, вот такой, как этот. И говорю, да, какие старушечки платья. И говорю, вот это, говорю, старушечки платья. Там показываю, спину вырезанную. Вот это, говорю, старушечки платья. Ну, примерно вот так. О, вот так вот дырка, да, за старушечки платья. А кто-то написал, Лена, а что вы критикуете? А мне нравится это старушечки платья. Я его еще не считаю. То есть некоторые люди вообще юмора не понимают, да, девочки? Хорошее платье тут, кстати, было. Которое вот девочка написала. Мне нравится это якобы старушечки платья. Девочки, вот это не старушечье платье. Смотрите, кто-то оставил на холдинг. Смотрите, какой шнурок. Скодомный стюдок. Вот это, да? Вот. А мне, говорит, нравится это. Главное, этот... То есть я ее морила, говорила, показываю, говорю, старушечье платье. Хорошее платье тогда были. Ну, то есть те, что я показала тогда. Правильно девочка написала, мне нравится это платье. Так, ну... Боже, комбинезон. 24 доллара. А это уже уценка. Вон красная цена написана. Комбинезон. Так, это... Ой, вот еще комбинезон, девочки. Это вот кирпичную кладку. Кто строительством занимается, кто строит свою усадьбу. Да? У меня был такой комбинезон. Не такой, а, в смысле, джинсовый. Ну, красивенький такой, но был. Но это ж тогда можно было носить все. Как Карлсон, который живет на крыше. Кнопки только не хватало. Мне кто-то даже говорил, говорит, тебе под этот комбинезон кнопки нет. Джинсовый был у меня когда-то. Вот. Так, про что я? Про старушечье платье. Я уже говорила, говорю, мне здесь не все далеко нравится. Не все. Даже вот то, которое мне не подходит. И... Ну, как помоложе там женщине. Не молодежь, но помоложе женщине. Мне все равно даже не нравится. Вот мне кажется, если бы дали мне эти фигуры одеть, я бы их не одела. Так что не думайте, что прямо отхожу здесь, там прям восхищаешься куда-то. И как вы видите, людей так, чтобы здесь восхищались, а что-то хватали, нету. Вот. Даже не то, что из-за цены там, а просто, чтобы, ой, стояли бы восхищались. Нет, конечно. Вот. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Ну, так что вы мне здесь прямо через одно нравилось? Нет. Я бы не сказала, нет. И раньше, как я только приехала, еще как-то ходила, думаю, что тут особенного. Так и ничего особенного нет. Но люди все разные, фигуры разные, и не сравнивайте абсолютно. Никого ни с кем. Вот она такая, не сидит, а продавщица. Приземистая, низкорослая, и у нее вот это туловище, ну, например, да, вот эта тетенька, расстояние туловища короткое, попы у нее нету, там, где штаны все пустые, совсем нету, ну, почти нет. Пустые штаники. Кто-то говорил, говорит, покакать не из чего. Ей, конечно, там надо вот это вот, что такое юбку. Мне не надо, а там больше. Кому-то надо, кому не надо. Ну, ясно, что фигуры все разные, и ей нравится одно, а мне далеко другое. И вот. Мода, конечно, хорошо, но оно что не подойдет? Будет увеличивать или уменьшать, или наоборот, вот, что вот это, ну, это вообще, ну, вот Новый год, слышите? Черт, что вот, ничего эстетического, эстетичного нет в этом. Смотрите, оно уже мятое такое, его надо распаривать. Это же вот эта колбаса, это одно платье, да, поняли? Колбаса, колбаса, колбаса. Вторая колбаса смятая внизу, это другое платье. Там, конечно, фото, ну, это лайнинг, надо его распушить тарелкой. Но в этом магазине, наверное, это не делается, потому что обычно в дорогих магазинах парят. А может, здесь и парят, но не все. Вот это ничего. Так себе, ну, для красного, для Крисмаса. Хотя внизу, обыкновенный разрез. Вот эти терпеть не могу. Вот это я с вами вообще соглашусь. Вообще терпеть не могу. Это оно, когда пришло, вот это, это, это гипер покрытый. Вот, 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 вот оно. Терпеть ненавижу. Мне не нравится. Мне вот эти резиновые нравятся. Вот такие мне нравятся резиновые. Ну, так. Хотя, просто обыкновенный джерси-чехол, да? Чехол для этого, для гитары. Такой. Только, может, цвет не гитарный. Вот. Вот. так что, вот так вот. А платья, да, разные. То есть, вы говорите, там ничего особенного, что вы считаете, если Америка, так что здесь что-то будет там, ах, мама моя. И на, а на подиумах, односторонняя по бедру пошла, декор, да? Вот здесь вот, декор пошел по бедру. А на, на подиумах, которые, а на подиумах, которые ходят, раз, вам все нравится? То, что она ходит, это одно, ей 20 лет, и она ничего не ест. Вот. Она один на другого вообще будет черт. И вообще, она показывает, она артистично ходит, она крутится, и это совсем другое. обыкновенную тетеньку наденье, ничего не будет смотреться. Это мы с вами знаем. Вот. Вот это все в таких вот, летних таких вот, цветочках. Вот низ ничего вроде, да, юбка, а верх как-то не то. Какая-то на широкоплечье манекен, да? Или на манекене так смотрится. В грудах что-то так, решит они очень хорошо, но по-моему. Вот эти вот бабы на самоваре, тоже ж я вам говорю, если не из чего покакать, можно надевать. А если у девочки большие бедра, нельзя. Видите, в грудах ничего нет, а юбки много. Вот. Вот она вот, эта платьица. Ну, задумка неплохая, вот эти вот цветочки. Наверное, это что-то модно, да? мода это, или как. А вот в грудах, да, в грудах что-то не то. А я вам уже показывала, вот эти, да? Они были уже. Так, а что я тут хожу? Божецки. О, смотрите, это что-то такое, то ли флаг, то ли кому здесь, то ли гроб, обивка гроба, похоже. Обивка гроба, такое вот красное с золотинкой. О, бабуся, да? О, бабуся. Ну, это короткая бабуся должна быть. И называется фигура, что поставь, что положи. То есть вот, ну, то есть в ширину шире, чем в высоту. Розы такие, да? Жуткие розочки. Тоже джинсы, вот это вот, джерси такая ткань. Ну, джерси, мне, например, что она нравится, что она немножко скроет, хоть она тонное платье, на которое все время подчеркивает все недостатки этих фигур. Ну, я имею в виду валики, валики эти, сосисочная, сарделичные, сосисочно-сарделичные валики. Просто молодежь не понимает, о чем я говорю. Вот. И они будут сосисочно-сарделичные. Я когда не была такой, я тоже думала, что думала, да, разве же я буду такая, вот, как моя мама там, да, или там, мамина, тем более, под мамой еще моя хо-хо была. А подруга мамина там или тети Моти. Думаю, разве аж буду такая. Вот. Все приходит, и вот у них чудес не бывает, да? Вот. Так что, джерси сосисочно-сарделичную фигуру немножко-немножко скроет. Такая интересная блузка. Ну, вот это на каждый день так вот где-то шлятся. Ну, такая. Не знаю. А ничего. Я бы такое надела, только цвет не мой. Такая хэбэшная штучка. Ничего, да? А. Так вот это выглаживать ее не очень. Хочу ткань не очень. И цвет не мой совсем. Что-то я тут хотела вам показать. Где-то тут шляпа была такая. Это платье я показала, а потом я моим шляпу покажу. Красивая шляпа. Сейчас. Подождите, потерянная шляпа. Эти шляпы. нет. Такая шляпа была классная. Думаю, надо обзнаться. Я почему-то остановилась. Думаю, шляпу сейчас покажу. Вот, черт, потерянная шляпа. Подожди, откуда я зашла? Не, а я оттуда зашла. Сейчас. Сейчас покажу шляпу. Вот, 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 вот шляпа. Вот. Поняли? А вам, а вы че? Такая шляпа украсит любой этот прикид. Понятно, девочки? Заказываем. Плюс 10%, плюс налог. Вышлю. Коробка должна быть большая. Ну, легкая будет. Она недорога, пересылка будет. Заказывайте. Все, пошли. Размер шляпы. По-моему, здесь одни в Америке все размеры на шляп. На шляпы. Не беспокойтесь, подойдет. Если что, пришьете внутри такую тесемочку. Да? Такое уплотнение. Если голова меньше, чем размер шляпы, не подходит, значит, это тесемочка внутри. Тем более, лето подходит. Вам одеть нечего на голову. Так. Вот такая классика мне нравится. классика, не классика, как их подходящие в бежево. Нормальная. Вот эти вот такие прикидики. Единственное, что лосины эти атласные и они это Кельвин Кляйн. Вот это тоже прикидик такой. Мне вот так нравится, когда женщина надетая. Она-то сразу такой как-то, знаете, хочется зауважать и поговорить с ней. Правда? Только лосиники, конечно, не для 60-летнего возраста. Так, ничего. Пиджак с отворотными рукавами, да? Или нет? Опять же, цвет не мой. Ничего, вот эти прикидики Кельвин Кляйн. Не буду говорить цены, они... Ай, ну что? Сейчас, подожди, не буду говорить цены. Это же целый прайс. 39 вот эта стоит одна. Та, которая, вот эта блестящая, значит, она стоит 79. Это фулл прайс, да? Фулл, фулл прайс. Ну, вот такое, и брюки, может, там 30. Ну, так прикид будет 150, 200 долларов, прикид, примерно. И тут, мне тут из-за пиджака будет больше, может, так-то. 250, ну, это же новое. Подождите, 2-3 месяца, оно будет старым. Вещи очень быстро уцениваются. В Америке тряпки очень быстро. Ну, потому что мода меняется, сезоны еще меняются. Смотрите, какая хорошенькая на молнии водолазочка. Не то тебе для пола играть, не то тебе, да нет, это не для пола играть. Полная цена 6, 45 долларов. водолазочка, Кельвин Клейн тоже. Это отдел Кельвин Клейна. Вот так. Ну, и что вы хотите мне сказать? Вот это в селе в автобусе ездят в таких одеждах. Черт, что? Самый выкновенный casual вариант. casual. Не то, что casual, вообще никакой. Я сейчас хочу найти опять BCBG, посмотреть, что там у них есть. Вот это такая. Чересчур уж она. На полосатом заборе цветы. Нет, чересчур. Ого! А, это для толстых тетек. Для толстых тетек все руки обгрызли. Собаки пальцы выгрызли. Видели, нет? Ого! Для толстой тети да еще с такими маками. Также и белые будут смотреть ужасные. Фу! Такое я не очень одену. Не-а. Что-то мне напоминает этот, вот это, 70-е годы. Не знаю. нет. И вот такой вот этот трикотаж. Как он эти сосисочно-сарделичные переходы обтягивает, вы не можете себе представить. Обыкновенная трикотажная майка. Это же эти толстые фигуры одел. Это же толстые толстые этот оверсайз называется. Ну вот это еще может и то она ширит и такого-то так. А желтая вот так не ширит. И это ширит. Ой, господи милая. Она еще ее не одела. Я уже вижу, что вот она вот эти вот. Вот эти ничего. Вот эти будут что-то скрадывать, мне кажется. Хоть она такая гипюровая льняная такая. Но за неимением можно. И туда можно видели? Точно такой же. Ну вот этот так. Хотя гипюр не очень люблю. Но можно на каждый день в магазин ходить на рынок. Поднизу футболочка. Какие-то там джинсы, шорты, капри. Белые может. Если кому позволяют эти. Выражаясь мягко бедра. И вот это вот которое у больших квадрат. я вообще не понимаю. Большая расцветка крупная всегда увеличивает. Вот эти жилетки ничего. Ой, нет, ткань такая хреновая. Задумка неплохая ткань. Куда идем? Опять идем сюда. Как-то на меня еще никто не выскочил. Сейчас выскочат на меня. Вот они эти, которые выскакивают. Никто не выскочил. Говорю, как будто из леса зверь. хреновая. 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 Без комментариев, потому что ничего хорошего не вижу. Желтый такой пиджак. Это ж лето у нас началось. Опять такое хб. Вот это оно меня будет увеличивать. Мне кажется, я все боюсь увеличиваться. Может, у меня какой-то комплекс. Мне надо психологу. Я согласна. Вот это все висит, что вместе идет. Мне кажется, что оно будет меня увеличивать. А самый простой ответ, чтобы ничего не увеличивало, надо меньше есть. Вот. Так же. Так же. Че где это BCBG? Они все магазины по-разному. То есть один магазин, у нас все по сетям. Все вот эти сетевые магазины с этой же одеждой. Вы найдете в любом селе. Одинаковые. Где-то где-то может быть, поскольку село будет на севере Америки. Другая одежда. Я уже страстно говорила, повторяла. На плечиках мне нравятся вот эти фонарики такие. Село будет на севере Америки и село во Флориде. Вот это вот разница. А так они одинаковые. Сейчас я у девочки спрошу. Гляньте, сидит она уселась. Да? у нее нет грудей. У манекена совсем. Груды плоские. Ей надо операцию сделать пластическую. Кстати, по увеличению груди операции дешево. Все дешево. Здесь 3-5 тысяч долларов. Слышала ужас какой. За 3-5 тысяч резать тебе будут. Хоть бы за 30 я еще согласна. за такую дешевую цену. Сейчас у девочки спрошу, где. Вот. Так, а по одинаковости магазина, конечно, хорошо, что все одинаковое. То есть, вот знаешь, думаешь, что, ой, я вот присмотрелась, вот тут, ну, вот тут прикид на манекене, да? Ой, когда-то видела такой прикид, вот и на работу можно, и туда можно. Майкл Корс смотрим с вами. Цена полная. 74 доллара. Вот у них все такое одинаковое, все с этими рукавами, да? У меня есть вот такое все, вот такое все у меня есть, и оно мне идет, так, ничего, ну, вот это там рукава, вот это открытые плечи, так, это ничего. Оно, и так думаешь, думаю, ой, я видела тут прикид, надо съездить, и, говоришь, магазин там, Диллард, да? И попер в соседнее село. В селе нет, попер в соседний город, в такой же магазин, ну, там нет, например, твоего размера, вообще будет, и пришел, например, фотографию, и показываешь, да, если фотку сделал, и говоришь, слушайте, я видела вот эту модель, это 65% вот написано, 65% от, от этой, от оригинальной цены, ну, и показываешь ей, ой, какие ужасные свитера, показываешь ей, вот это все, что в беспорядке, это, знаете, что оно на распродаже, вот это бардак, и показываешь ей фотку, говоришь, у вас эта модель была, она говорит, да, была, ну, вот посмотрите, есть размеры, ой, вот такого, ой, какое платье белое, вот такого размера, скажет, нет, то есть, лямок нет, все будет падать, посмотри, какие груди, если, конечно, за 5000 долларов сделано, падать не будет, но, и она говорит, нет, такого размера нет, и ты заказываешь, наверное, сейчас уже, в России, наверное, нет, потому что нет сетевых магазинов, они есть сетевые, но в очень малом количестве, здесь просто охвачена Америка, сетевым, вот, не хотят сказать, маркетинг, не то, сетевым, сетевыми универмагами, огромными, вот, когда пишите мне, говорите, что, боже, какие огромные площади, это универмаги, и они везде, 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 одинаковые, со всеми одинаковыми рекламой, со всеми, ну, с правилами, ну, со всем, все одинаковое, и вот эту квитанцию, где ты купил, вот это платье, а потом считаешь, что оно совершенно ужасное, с ужасной тканью, ты можешь его принести назад, ну, согласно правилам, если там, например, последняя цена, его нельзя сдавать там, а если это не последняя цена, определенное правило есть, ты можешь ее принести в любом месте Америки, сдать назад, если только нужно должно быть кондишен хороший на кондишен это состояние ну вот этим они конечно удобные что-то я начала говорить забыла чуть такое умная начала я редко как это вот хочу все ночи надо переслушать вот за 10 10 минут назад что-то начала так ой джинсы что-то так я же сказала хорошо но подожди так хорошо что-то начало говорить вернее ничего там хорошего начала гриб в голове была мысль такая умная думающая скажу сейчас скажу понубаться это платье белая перепери переклинило меня ну ладно вспомним это такое как на этом войну во второй отечественной были столбы такие да только не были черно-белая это платьица такое может быть имеет место быть можно быть так что же хотела сказать что-то думал сравнить вот с российским этим на на рукавах собранная блузка кушалка почти стекло нет вот антонио милане это это все милане милане хороших хорошие качественные эти брюки уже трогаешь все класс неплохое не все но ничего кожаные висчи девочки кожаные висчи на распродаже платье кожаные антонио милане цена например 65 у л-рэйди л-рэйди 87 я покупила кожаные брюки кстати себе это с месяц назад антонио милане тоже значит сколько им сказала 85 натуральная кожа мягкая классная зад трикотаж перед перед кожа 87 сейчас стоит а стоило раньше она 240 так раньше это было недавно раньше было это скорее все декабрь и ноябрь вот так вот есть черные есть абсолютно зеленые цена одинаковые есть коричневая а спина у него видите такая а это а это а это все кожаная зеленая зеленая все кожаная у него должна быть цена другая щас подождите 87 нет одинаковая цена чуна зеленая это перед она на молнии впереди на молнии просто на растекнута это периода вот кожа есть уже во флориде она очень быстро и и так немного немного здесь привозят вот такое 87 но размеры такие если по-русски сказать 48 по-моему здесь наибольший может 50 а так вот вот штаны наверно у меня типа этих я купил наверное нет нет у меня другие у меня были мягкие здесь поясом эти тоже ничего и 174 эти уже распроданы а были они 490 задохнулась подождите лена не ругайся 499 или я что-то непонятно 4 кипал 500 долларов были 174 сейчас что такие дорогие то были что-то девочки очень мы такие они узкие вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот такие я купила вот-вот-вот-вот-вот 104 доллара сейчас 290 стоили широкенькие бабушковые бабушковые штаны вот эти взяла во флориде не знаю буду ли я их носить это в кадр самую-самую холодную погоду но это вот я travel буду делать я помню по италии когда ходила по мокрой еще подумала думали а люди ходят в кожаной одежде мне так дико ну вот это да размер 12 написано 12 это на 48 50 до примерно так вот так что мы с вами цена хорошая правда тем более антонио милане что это что мне хохры-мухры блуза антонио милане хорошие вещи на ощупь класс это такие вот полу кофточки 52 доллара уже стоит антонио милане на имеют наверх топ 149 была цена ну вот так это все я здесь остановилась кожей и уже не дышу не дышится уже все и мой пакет это забуду пакет вот пошла машинки купил сандалии таки она а лето что ж я хотела сказать-то елки-палки надо переслушать на тебя что-то такое умное загнуть хотелось забыла пойдем сейчас на выход вот этот цвет меня съест такой яркий сожрёт меня так вот тут это не так вот уста а это тоже распродать должное кем русский что-то такое летние вот нет времени антонио милане посмотреть еще там поподробнее нет времени пошла 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 кто-то написал или на раньше вы говорили как же подожди я повторяла скажи какое слово то написано господи напишите еще раз какое слово повторял сейчас говорить не говорите как значит у меня слово значит он почему-то с мягким знаком очень сильным там получается не знаю почему я с роду не знала пока не стала делать я еще тогда я сама себя критиковала где-то года назад слушайте чего мне там значит это ну как бабки знаете вот то есть совершенно безграмотные люди значит сделать и значить и я горела значить хочу я вышла сюда если мне надо было вниз спуститься значит эти какая юбка колокола мы на полу лежит розочки там узко а тут на полу это и горит а помните вы горели значить юра помню конечно а я сейчас говорю значить это непроизвольно это вот это самый неправильная речь безусловно само собой девочки я я с чего он видео начала это на красота неописуемо это я вообще не знаю я куплю мне просто сейчас рука занята я 2 рукой вам снимаю поэтому я после после всех съемок обязательно подойду и куплю я вам потом скажу сколько стоит и покажу видео и будете заказывать ее можно покрасить вот кто творчеством занимается любую краску взяли и разрисовали и и вот вот эти скучно эти есть у всех такие шляпки то и нет ни у кого все едем вниз сейчас на парковку значит кролики у нас же этот патрик один патрик этот святой он святой патрик католический праздник яйца прячут бегают за яйцами а нет это на пасху бегают за яйцами нет а я чего этот патрик то все зеленая а я вам там начало снимать продавцы некоторые одеты в зеленое а то там шляпку один и чё оденет вот ну так вот они особенно именно американские именно католические именно белые мере ну и черный американский на имя виду такая приехавшая там из мексики откуда-то она это не хотя они там тоже не католики но они это не они не наденут именно америкашки один то есть раз видно по этим шапку то что не оденет но ну как ты это не близко там по духу да вот куда приехала детский отдел приехал